Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам последствия процедуры банкротства для должника после окончания банкротства. Следует отметить, что последствия наступят независимо от того, проходили ли вы судебную или внесудебную процедуру банкротства. Итак, первое. В течение трех лет после банкротства нельзя занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. Это значит, что в течение указанного срока вы не имеете права становиться учредителем и руководителем организаций, в том числе некоммерческих, или занимать должности, связанные с управлением финансами в этих организациях. Однако, если на момент прохождения процедуры у вас не было статуса индивидуального предпринимателя, или если на момент вступления в процедуру банкротства ИП было ликвидировано, то в этом случае вы сможете осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, без каких-либо ограничений. Второе. Пять лет нужно предупреждать кредитора о факте своего банкротства при оформлении нового кредита или займа. Некоторые наши клиенты думают, что эта формулировка однозначно соответствует фразе «вы не сможете брать кредиты». Однако, с точки зрения закона это не так. Законом в явном виде не запрещает вам снова пользоваться кредитными продуктами. Однако, имейте в виду, что утаить факт прохождения вами процедуры банкротства не удастся, поскольку она имеет открытый характер. Это опять же не значит, что банки откажут вам еще на момент подачи заявления. Скорее всего, вы сможете воспользоваться заявными средствами только при условии предоставления залога или на не самых выгодных условиях. С аналогичной ситуацией вы столкнетесь и в случае, если вы не решитесь пройти через процедуру банкротства, поскольку у вас будут иметься неисполненные финансовые обязательства, о чем банк узнает, запрофессив информацию в Бюро кредитных историй. Третье. Пять лет нельзя повторно пройти процедуру банкротства. Данное ограничение напрямую прописано в законе и накладывается на должника вне зависимости от результата процедуры банкротства. Четвертое. Пять лет нельзя занимать должности в управлении страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, микрофинансовых организаций и иным образом влиять на принятие в них решений. Пятое. Десять лет нельзя занимать управленческие должности в кредитно-финансовых учреждениях. Шестое. Десять лет должник не сможет оформить процедуру банкротства через МФЦ. Если вам нужна помощь в банкротстве, то вы можете обратиться к нам. Адрес нашего сайта указан на экране, а ссылка на него размещена в описании и комментарии к этому видео. Обращайтесь к нам, мы поможем вам законно избавиться от долгов.